Ровно месяц назад, 25 декабря, у хабаровчан появился выбор оплачивать проезд в общественном транспорте банковской или транспортной картой или по-прежнему наличными деньгами. О том, где купить и пополнить электронный кошелек, как проехать в автобусе по Безналу и нужна ли городу такая альтернатива, расскажем сегодня. За месяц работы система безналичного расчета в общественном транспорте доказала свою состоятельность. Единые транспортные карты, ЕТК и браслеты приобрели уже более двух тысяч хабаровчан. Купить электронный пополняемый проездной можно в нескольких пунктах продажи в трамвайно-троллейбусном управлении, компании «Пять звезд», ХПАТП-1 и управлении транспорта Краевого центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы купить транспортную карту. Стоимость карты у нас 100 рублей. За такую же стоимость можно приобрести брелоки, может быть, вам будет удобнее пользоваться, они в меньшей размере. Также у нас есть браслет стоимостью 350 рублей. Ну вот, кусочек пластика за 100 рублей мы приобрели, но на счете пусто. Теперь нужно пополнить баланс. Сделать это можно в банкоматах и терминалах Сбербанка. При пополнении карты через приложение Сбербанк Онлайн нужно в строке «Поиск» набрать «Транспортная карта», ввести идентификационный номер ЕТК и перевести необходимую сумму. При оплате через терминал проблем нет. Действуйте в соответствии с подсказками на экране. Или зовите консультанта. Вы можете единоразово внести до 15 тысяч рублей. Если сумма более крупная будет, то остаток у вас перейдет на ваш мобильный телефон, который будет указан при оплате. Сегодня более 20 городских маршрутов оснащены валидаторами, терминалами для безналичной оплаты проезда. Рассчитаться транспортной картой можно почти в 200 хабаровских автобусах. В троллейбусах и трамваях ЕТК пока не принимают. Это связано с особенностями федерального законодательства. В настоящее время предприятие готовится к проведению открытого конкурса на право заключения контракта на подключение к системе. Мы планируем, что в конце февраля городской электрический транспорт уже будет оборудован терминалами, и пассажиры смогут оплачивать поездки безналичным способом и в них. Узнать, примут ли к оплате вашу транспортную карту в конкретном автобусе, можно даже не поднимаясь в салон. На лобовом стекле или на боку машины есть наклейка, оповещающая возможности выбора способа оплаты. Чтобы заплатить за проезд, нужно просто приложить карту к терминалу. Вводить пин-код не требуется. У нас же школьники ездят на Ореховый Соке. Вот у них тоже карточки, оказывается, появились. Не знаю откуда. Родители, наверное, дали. Пассажиры хотят оплатить по транспортной карте на 2 персоны, получается, но они не могут. Получается, она не выдает чек. Много недовольных? Конечно, возмущаются. Им-то удобно, а нам нет. Транспортной картой можно оплатить поездку одного пассажира в одном транспортном средстве. Оплатить проезд хотя бы уже двух пассажиров не получится. Это сделано специально для того, чтобы каждый пассажир покупал себе индивидуально транспортную карту. Удобнее наличного расчета? Карта хороший вариант. Мне, в принципе, очень нравится. Потому что не всегда есть наличка на руке у себя. И я думаю, что скоро полностью переберут уже на это. А только так неудобно. Приходится откладывать, либо еще разменить большие деньги. А наликом, безнамом, просто дал карту и все. Поэтому я очень рад этому. Транспортная карта бессрочная, но может испортиться от механических повреждений. Потому не стоит ее переламывать, сгибать, сильно нагревать и охлаждать. Как и любую банковскую карту. Каждая транспортная карта имеет свой уникальный номер, по которому можно узнать баланс и историю поездок. Его стоит запомнить или записать, как и номер оператора, к которому можно будет обратиться в случае утери карты. Тогда старую заблокируют, а средства с нее переведут на новую. Платите картами, это удобно. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша, Хабаровск. События.